Здравствуйте! Продолжаем беседы о книгах малых пророков на библейском портале Экзегет. Сегодня обратимся к книге пророка Захарии. Это книга таких видений и мессианских прозрений. Это человек из знатного рода, как можно судить по родословию, в котором начинается эта книга. И, вероятно, происходил из священников. Проповедь его началась в конкретное время. В октябре-ноябре 520 года до нашей эры. И в ней передается видение. Видения начались в 519 году. Первая часть книги, не надо думать, кстати, что каждая книга – это конкретно от первой до последней буквы личное произведение того, кем она заглавлена. Книга может быть отнесена к значительному авторитету, а собрано предание, которое имеет разные источники. Так или иначе, но первая часть книги, которая отличается от второй, она написана пророком-современником пророка Агея. И вот в феврале 519 года, как сама книга свелительствует по тем датам, которые в ней переданы, начались видения пророка Захарии. Можем приступить к самой книге, начиная с первых строчек. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варихиину, сыру Авдову пророку. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты скажи им, так, говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращаюсь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали и прежде бывшие пророки, говоря, так, говорит Господь Саваоф, обратитесь о злых путей ваших, о злых дел ваших, но они и не слушались, и не внимали мне, говорит Господь». Знаете, стоит вспомнить, как мы уже сами об этом упоминали, ведь Библия – это книга не о том, как человек ищет Бога, а книга о том, как Бог ищет человека. «Обродитесь ко мне, и вы уверите, что я обращаюсь к вам так, как будто бы постоянно повторяет Господь». Люди пренебрегают тем, кто постоянно к ним внимает и готов их услышать. Вот в чем, собственно, трагедия человеческая. Вот какие, прочитаем еще строчки. В 24 день 11 месяца, это месяц Шеват, во второй год Дария, было слово Господня к Захарии, сыну Варихину, сыну Адаму. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит перед миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, бегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они». Итак, видение Захарии подобное видению Иезекииля. В образе неких животных силы небесные обращаются к пророку. Так и в 6 главе, прочитаем. И вот эти видения, которые посещают Захарию, они не просто так для каких-то отвлеченных созерцаний даны, а для того, чтобы руководить действиями иудейской общины. Ведь это общество было очень ослаблено пленом, из которого они недавно только вернулись. Оно не было мобилизовано, и чтобы мобилизовать, вернуть к истинному благочестию и к той силе духа, которую Господь ожидал из своего народа, требовалось действие пророка. Тут мы читаем и слово о посте, и слово о мессианском царстве. Во второй части книги уже не упоминается о восстановлении храма, не упоминается и имя пророка Захарии, но в таком более отвлеченном виде произносится мессианское пророчество. И, вернее сказать, оно сменяется пророчеством эскатологическим, апокалиптическим. В это время руководил народом Зарававель, тот, кто вывел народ из Вавилонского плена, вернее, с остатками людей, готовых выйти из Вавилонского плена, из Вавилонского, собственно говоря, уже рассеяние, потому что это не для всех был какой-то тяжкий плен, это просто уже многие переселились и жили себе там у Эфрата. Но кто-то пожелал и готов был покинуть места чужие, и вот этих потомков первых пленников вывел Зарававель, сам, который был из рода Давидова. А с ним вместе вел народ первосвященник Иисус по имени. В пророчестве Захарии черты священника и царя не соединились в одной личности, но в новозаветной традиции, как мы понимаем, когда речь идет о Христе Иисусе, как вот в Евангелии от Матфея и во всех Евангелиях, конечно, это соединение очевидно в личности именно Иисуса. Захария же указывает на царя Зарававеля и того, кто будет священник действовать, исправлять жизнь по Божьему закону в народе на священника Иисуса. В первой же части своей книги в начале Захария говорит о том, что Иерусалим будет помилован. Вот в таких словах. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердиешься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет, это время плена. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь свауф, возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великую, и великим негодованием негодуют народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так, говорит Господь, я обращусь к Иерусалиму с милосердием, в нём соорудится дом мой, говорит Господь свауф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму, то есть начнётся строительство, без чего, без восстановления храма невозможно подлинное общение народа с Богом. О наказании врагов Израиля, так передаёт своё видение Захария, «И понял я глаза мои и увидел вот четыре рога, и сказал я ангелу, говорившему со мной, что это?» И он ответил мне, «Это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим, потому показал мне Господь четырёх рабочих, и сказал я, что они делать будут?» Он сказал мне так, «Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы свои, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять её». Ну, вы знаете, рога – это символ силы, власти. Недаром рогами украшалась корона древневосточного деспота. Так вот, четыре рога – это четыре стороны света, то есть все пространства окрестные, где народы, взявшие силу над Божьим народом, таки будут поражены силой Божьей. Эти самые рабочие, или можно было бы привести кузнецы, они символизируют небесные силы, таких ангелов, посылаемых Богом для наказания врагов Божьих. О грядущем величии Иерусалима говорится пророк Захария так, «И снова я понял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил, куда ты идёшь? И он сказал мне, измеряйте Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идёт навстречу ему и сказал этому, «Иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нём. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеной вокруг него и прославлюсь посреди него». Конечно, вспоминается откровение Иоанна Богослова, апокалипсис, где ангел с мирной тростью размеряет пространство для небесного Иерусалима, в котором сойдётся человеческая жизнь и все народы в мире с Богом. Вот это чисто такое апокалиптическое, относящееся даже сближенное с откровениями Иоанна Богослова видение данной Захарии. Интересно, как впервые появляется понятие о Святой Земле. «Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь, и прибегнут Господу многие народы в тот день и будут моим народом. Я поселюсь посреди тебя, и услышь, что Господь Сауов послал меня к тебе». Тогда Господь возьмёт во владение Иуду свой удел на Святой Земле и снова изберёт Иерусалим, да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. Итак, возвращается Господь в свой удел на Святой Земле, потому она и святая. Почему Земля святая? Чем она святее, чем долины Конго или горы в Южной Америке? Только тем, что здесь Господь собирает народ. И вот ещё одна фраза, которая так должна быть уловлена чутко ухом человека православного, знающего Великую Субботу, Литургию Великой Субботы. «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего». Когда мы совершаем Литургию Великой Субботы, то произносим слова вместо Иши Херувима. «Да молчит всякая плоть человечем, царь будет царствующий, и Господь господствующий, приходит, закладясь с нетверным». То есть, «да молчит всякий человек, ибо приходит царь царствующий, и Господь господствующий, сам Бог». И когда это в Литургии, то мы сознаём для чего. Приходит, чтобы быть закланным, принесённым в жертву, в снеть, то есть в пищу верную. Как вот эти прозрения пророка, ещё, может быть, не впрямо осознаны для самого пророка, но устами Бога говорят не только ближайшим слушателям или ближайшему поколению, но всей церкви. Итак, при Зарававеле, потомке Давида, который руководил переселением остатков Израиля из Вавилона в Иерусалим, был и первосвященник Иисус, сын Иоседеков. Вот мы читаем уже о нём, о его приготовлении к служению в третьей главе пророка Захарии. «И показал он мне, то есть ангел, показал он мне Иисуса, великого Иерея». Мы, конечно, не имеем в виду Иисуса Христа, это конкретный человек с именем Иисус. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним и сатану, стоящего по правой стороны его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запрети тебе, сатана, да запрети тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он из сторону-то из огня?» Итак, Господь избрал Иерусалим. Не головня ли он исторгнутое из огня? Вот этим образом можно характеризовать ту силу огненного поражения, которую потерпит, противит враг Божий, противник Богу. И далее описывается, как Иисус облачается в священнические одежды, обновленные. Его одежды запятнаны. Это символ того, как запятнаны грехами люди иудейские. Но Господь обновляет их жизнь и надевает на него новые одежды и священнические регалии. Это возвращение священнических регалий – это символ того, что завершается период общенародной скорби. Она ведь началась ещё в 587 году, за 70 лет до того, когда народ был угнан в Вавилон, и возвращается истинное богопочитание в храме, приготовленном священником. При этом такое свидетельство. Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семя чей его, вот я вырежу на нём начертание его, говорит Господь Савов, и изглажь грех земли сей в день оный. В тот день, говорит Господь Савов, будет друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. То есть наступает некое восстановление, возвращение в свою, так сказать, крепость и достоинство народа, и к первосвященнику подводится, как он сказал, отрасль, раба моего. Он говорит конкретно пророк Захария, конкретно говорит о Зарававеле, который является потомком отрасли, то есть ответвления, потомком Давида. Мы знаем, что в конечном счёте этой святой отраслью, потомком Давида, истинным царём и первосвященником церковь узнает Христа Иисуса. Но здесь это единство, священство и царство ещё не существует в одной личности, но предназначено священство Иисуса и священство Зарававеля, и, простите, и царство Зарававеля предназначено для единого соединения народа с Богом. Дальше говорится о двух масляных, которые, маслинных, которые видят Захария. Это напоминание о двух помазаниях, помазаниях священническом над первосвященником Иисусом и помазаниях царском над Зарававелем. О царе Зарававеле такое пророчество. «И заселительствовал ангел Господень и сказал Иисусу, так говорит Господь Славов, если ты будешь ходить по путям моим, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, и дам тебе ходить между сими стоящими здесь. Выслушай же Иисус Иерия Великий, ты и собратья твои». Вот дальше он говорит о том, что подведет к нему отрасль, то есть царя. В дни спасения соединяются обе власти. Так по пророку Иеремии мы читаем, а у пророка Захарии есть такие строчки. И сказал он, «Это два помазанные Иерема, предстоящие Господу всей земли». Итак, уже то, что они вместе предстоят Господу всей земли, царь и правосвященник, говорит о будущем воссоединении этих помазаний в единое, в одной личности. в пятой главе пророк Захария передает видение о летящем свитке. Иногда пророка Захария называют серповидец, потому что свиток, который он увидел, такой пространный свиток, он как бы напоминал или имел силу серпа, который уничтожает нечестие. И опять понял я глазам и видел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто кразет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий клянущийся ложно истреблен он будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Славов, и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его и истребит его и дерева его и камни его. Затем он видит такую странную картину видения женщины в сосуд, в сосуд, как бы этот сосуд переполненная чаша грехов, совершенных народом, и его уносит в свой храм в образе этих двух женщин Вавилон две лжебогини. Таким образом, всякое нечестие, каким были заражены и испорчены иудеи в плену вавилонскому, поддавшиеся соблазну вавилонской блуднице. Оно будет истреблено и выведено из Иерусалима и вернется в капище вавилонское в образе этих двух вавилонских богинь. Вслед за тем Захария видит четыре колесницы, четыре колесницы Яхвы, охраняющие вселенную, четыре духа. И понял, я опять глазами не вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья и между ними, между двумя горами, и горы те были горы медные, в образе животных, и в первой колеснице кони рыжие, во второй колеснице кони вороны, в третьей кони белые, в четвертой колеснице кони пеги, сильные. Один словом, некие духи со всех сторон возвращают, охраняют, вернее, от поражения возвращающиеся в Иерусалим народ Божий. Они возвращаются для восстановления храма, вот что принципиально важно для Захарии. Должен быть возвращен храм, иначе город не будет городом присутствия Божьего. Это полагается на ответственность Зарававеля и священника Иисуса. Интересно, что при рассуждении о жизни народа Захария подчеркивает важность милосердия вместе со всеми ритуальными такими правилами закона, в частности о посте. наравне с этим, а вернее даже впереди этого, требует нравственного очищения, не просто очищения ритуального, но нравственного очищения в делах милосердия. Так говорит в 7 главе Ангел. И было ко мне слово Господне. Скажи всему народу земли и священникам, когда вы постились и плакали в 5-м, в 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? Когда вы едите и когда пьете? Не для себя ли вы едите? Не для себя ли пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? И было слово Господне к Захарии. Так говорил Господь Саусу, произведите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждому брату своему. Вдовы и сироты, пришельцы бедного, не притесняйте и зла друг у друга, не мыслите в сердце вашем. Вот такова первая часть книги пророка Захарии. Далее пророк Захария говорит говорит о грядущем торжестве династии Давида, о опустошении соседних вероломных языческих народов, говорит и о разделениях, которые будут и изнутри, и внутри общины иудейской, и в конечном счете о воцарении Господа как царя над своим народом. Когда Иерусалим будет очищен от всех прорицателей и идолов, истреблена будет большая часть неспособной вернуться к Богу и в остатке святом воцарится Господь над всей землей. Вот книга правок и Захарии кончается такими словами. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем, и все котлы Верусалима и Иудеи будут святынью Господа Сауфа, и будут приходить все приносящие жертву и братьях, и ворисник, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Сауфа в тот день. Это пророчество о грядущем мире между Господом и Его народом. конечно, именно этого ожидал каждый из числа избранного народа, кто был верен Богу, начиная от Враама и до последнего. И это последнее в конечном счете никогда не было просто историческим моментом. Ей грехи скоро Господи Иисусе восклицает Иоанн, богослов, евангелист в своем откровении. В конце концов, ожидание совершится в Новом Иерусалиме. Теперь до новых встреч перейдем к следующим книгам Малых Апостолов в следующем беседе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Малых Апостолов Малых Апостолов Апостолов